Здесь, под высоким небом Танаиса, я ехал в Крым, расстроен и рассеян, и сам не свой за какой-то дуры. И у друзей на день остановился, и дом купил, и огород засеял, и на подворье запестрели кур. Здесь, под спокойным небом Танаиса, я перестал жить чувством и моментом, я больше никуда не порывался, я больше никогда не торопился. Возился с глиной, камнем и цементом и на зиму приготовлял запасы. Здесь, под античным небом Танаиса, зимой гостили у меня Гораций, Гомер, Овидий, Геродот, а летом родные и приятели, актрисы, писатели каких-то диссертаций, изгнанники, скитальцы и поэты. Здесь, под ненастным небом Танаиса, сначала долго, нестерпимо долго терпел я недороды, но в награду однажды все рассады принялись, и взошла любовь, отчизна, чувство долга и, наконец, душа, которой рады. Здесь, под бездонным небом Танаиса, перед собой я больше не виновен в том, что люблю мышление и свободу. Вот дом, в котором я родился, вот кладбище, где буду похоронен, всего минут 15 ходу.